Вымывание денег уже три недели. Активисты пытаются прикрыть самую крупную точку нелегальной добычи песка в столице. Чего уже удалось добиться и что мешает делу двигаться дальше. Подробности в материале. Это красивое побережье Днепра находится в промзоне неподалеку от станции метро Выдубичи. Буквально в нескольких километрах. В одну сторону дорогие коттеджи, в другую дачные участки киевлян. А прямо по курсу Южный мост. И именно здесь находится самая большая точка нелегальной добычи песка. Чтобы понять масштабы, это 300 миллионов гривен в год. Это просто по самым скромным подсчетам заработки нелегалов, которые отсюда вывозят песок. Точнее, вывозили. С тех пор, как три недели назад активисты общественных организаций заблокировали выезд самосвалом, они дежурят по одной простой причине. Потому что полицию и прокуратуру буквально приходится заставлять делать свою работу. Как выяснили активисты, эту территорию арендует компания «Мостострой». Но проблема в том, что разрешений на добычу, тем более продажу песка, у нее нет. А на этой неделе узнали. Оказывается, эта территория вообще предназначалась под застройку. В рамках допомоги судового расследования органам полиции с приводу незаконного выработка песка на промышленности 4, нам было сделано запит, что до цельного призначения земельной отделки до Департамента земельных ресурсов КМДА, на что нам было отримано ответ, что это призначение земли для переносения промышленности. Активистам удалось добиться открытия уголовного дела. А на прошлой неделе правоохранители отправили на штрафплощадку два земснаряда с этой территории. Но чтобы доказать, что здесь добывали именно чистый песок, необходима спецэкспертиза. Диспозиция этой статьи предназначает обязательное визначение размера завданных сбытков. Для этого мы предназначаем экспертизы инженерно-экологические и грунтознавшие. Этого неделя уже направлено к суду глупотание про арест этой техники. Кроме того, прокуратура обратилась к глупотанию про доступ к земельной отделке для проведения огляда с специалистами, которые должны сделать соответствующие замеры. В прокуратуре сообщают, для проведения экспертиз необходимо время, из-за чего следствие может затянуться. Активисты же пригласили профессионалов из Киевского научно-исследовательского института судэкспертиз, чтобы те рассказали, сколько им понадобится времени для подобного анализа. С каждого места, которое нужно сравнивать или связать между собой, нужно по пять параллельных проб. С водой, с территорией, с насыпом, с ховищем и так далее. Если только пять вопросов и только пару вопросов, которые ставятся, то в течение недели, если с каждой территории по пять вопросов, а этих территорий должно быть пять, шесть или десять, то продолжается время увеличиться. Это где-то до месяца? Да, до месяца. Решение суда рассчитывают получить уже на этой неделе. Если экспертиза докажет вину браконьеров, то их могут отправить за решетку на пять лет. Но если дело затянется и нелегалы найдут очередной способ добывать песок, то это грозит катастрофой. Они просто рвут Днепр на части, изменяя русло Днепра, меняя конфигурацию береговой линии, ландшафт дна. Ямы, которые они вырывают на дне реки, они вызывают непредвиденные сдвиги, которые приводят к обрушению берегов. Из-за этих сдвигов грунта запросто грунт может уйти из-под опор моста, чем подвергнуть стратегический транспортный объект. Активисты уверяют, будут пристально следить за всеми следственными действиями. Анна Демиденко, Валентин Беич. Подробности телеканал Интер.